Давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса мы вместе молимся. Мы вместе верим о помазании Святого Духа, чтобы я был способен поделиться и донести это послание, но также о способности для тех, кто смотрит и слушает нас, о способности слышать ушами, помазанными ушами, и чтобы эти слова, которые есть у тебя для нас, Отец, абсолютно изменили то, как мы мыслим, изменили то, как мы действуем здесь, на земле. И, Господь, мы почитаем тебя за это, мы благодарим тебя за это, и мы благодарим тебя за это время, которое ты дал нам на этой передаче. Пусть это время изменит нашу жизнь. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Некоторое время назад, когда я молился за церковь здесь, на территории миссии Канната Копланда, я просто молился о том, чему я должен был учить. И Господь дал мне послание. Очень сильное слово. Я не думаю, что Он когда-либо раньше обращался ко мне таким образом. Это слово настолько сильное, что оно потрясло меня, как внутри, так и снаружи. И Он сказал в сентябре 2010 года, что «Я хочу, чтобы ты назвал сентябрь месяцем процветания». Я хочу, чтобы ты назвал сентябрь месяцем процветания. И Он начал перечислять мне некоторые вещи, которыми я скоро поделюсь с вами. О том, что Он хотел, чтобы я сказал собранию здесь, в церкви Игл Маунтин. И затем также нашим сотрудникам здесь, в миссии Канната Копланда. И он сказал, что в это экономическое время, в котором мы живем, мы должны искать Бога в отношении процветания. Но очень интересным было то, как Он говорил это мне. Это было скорее требованием и приказом. Бог сказал, «Я хочу, чтобы ты назвал сентябрь месяцем процветания». И Господь просто начал перечислять некоторые вещи, так, словно я стоял там с блокнотом. И Господь давал мне информацию, чтобы я записывал. Он сказал, «Так же сильно, как я хочу, чтобы мои люди были исцелены. Настолько же сильно я хочу, чтобы они процветали. Так же сильно, как я хочу, чтобы мои люди ходили в свободе от забот и тревог. Настолько же сильно я хочу, чтобы они процветали». И Он сказал это о финансовом процветании. о финансовой сфере. Бог сказал, «Я хочу, чтобы они преуспевали, а не просто выживали. Я хочу, чтобы они изобиловали. Я не хочу, чтобы они терпели поражение. Я хочу, чтобы они ходили в сверхъестественном обеспечении. Я хочу, чтобы они переживали сверхъестественное освобождение от долгов в своей жизни». И также Он сказал, «Скажи им, что они не подчинены времени и временам. Мы не подчинены этим временам. Эти времена подчинены нам. Они подчинены Слову Божьему, которое мы провозглашаем, власти верующего, крови Иисуса, которую мы провозглашаем. Времена подчинены нам, а не мы подчинены им». И в течение всего сентября в нашей церкви Eagle Mountain я делился этими посланиями о финансовом преуспевании. И Господь сказал, «Цель этого была в том, чтобы созидать их веру, чтобы привести их в такое место в их мышлении, обновить их мышление и освежить их мышление в этих сферах процветания, финансового процветания, и увеличить их способность принимать от Меня, стоять под открытыми окнами небес, как это и должно быть с теми, кто отделяет десятину, чтобы у сеятеля умножилось семя, чтобы они сеяли, чтобы они давали и дано было им, чтобы они пережили это». И мы делали это весь сентябрь, целый месяц. Но знаете, это не закончилось в конце сентября. Это было просто начальным рывком. Это просто было этой подпиткой и накачкой, которая нужна была нам для того, чтобы мы продолжали, даже посреди сложных экономических времен, продолжали двигаться в Царстве Божьем. Мы принадлежим другому Царству. Мы не от этой вавилонской системы. Да, мы живем в этом мире, но мы не от него. И система Царства Божьего не основана на том, что происходит на фондовом рынке, идут ли показатели вверх или вниз, или все движется по кругу. Бог вчера, сегодня и во веки тот же. Поэтому вы и я, мы можем ходить в финансовой стабильности и силе в нашей жизни, особенно в это время. Сказав все это, когда пришло время мне вести эту передачу, мне не пришлось молиться даже пара секунд, прежде чем Господь сказал мне, хорошо, у меня есть инструкция для тебя. И я сказал, да, сэр. И вот что он сказал мне, ты будешь вести эти передачи 10 дней. Я хочу, чтобы ты назвал эти передачи 10 дней процветания. 10 дней процветания. И это то, что мы с вами будем делать. Мы будем проходить через это вместе. Каждый день будут разные темы на тему процветания, финансового процветания, чтобы начать созидать это внутри вас. И если вы ухватитесь за это и останетесь в этом весь этот 10-дневный период, то когда вы погрузитесь в Слово Божье, оно просто удалит всякое сомнение и неверие, которое может быть внутри, и заботу, и волнение, и беспокойство в отношении финансовой ситуации. И оно приведет вас к тому, что вы никогда не переживали раньше. А мы переживаем это прямо здесь, в нашей церкви. Мы переживаем это в служении. Мы переживаем сверхъестественное умножение и обеспечение всемогущего Бога. И Господь сказал мне это, чтобы я сказал вам, когда мы приступаем к Слову Божьему сегодня. Он сказал, «Хорошо, давайте приступим к делу. Давайте приступим к делу». Вы можете ощущать силу того, о чем Он говорил мне? Потому что та же самая сила приходит к вам. И знаете, я довольно спокойный человек. Как пастор, но когда речь заходит о послушании Господу, когда есть сильное поручение с небес, мы послушны этому, и мы ходим в этом. И первое, что мы будем сегодня делать, о чем мы будем сегодня говорить, это то, что Господь сказал мне, «Я хочу, чтобы мои люди процветали». И если вы обратите внимание на второй стих третьего послания Иоанна, а мы будем рассматривать несколько мест Писания, все, что мы собираемся сделать сегодня, это утвердить тот факт, что Бог хочет, чтобы вы преуспевали, чтобы вы процветали. И вы должны прийти к этому, потому что вера начинается там, где открыта воля Божья. Вы должны знать, и вы должны быть полностью уверены, убеждены, без всякой тени сомнения, что это воля Божья для вас и для вашей семьи процветать. И не имеет значения, каковы времена вокруг нас. Есть воля Божья на то, чтобы вы процветали. И если вы верный сеятель, и вы верно отделяете десятину, тогда вы расположены для урожая. Это то, чего Господь желает. Он побуждает нас знать, что так же сильно, как Он хочет, что вы были исцелены, так же сильно, как Он хочет, что вы были освобождены, так же сильно Он хочет, чтобы вы ходили в финансовой свободе, чтобы вы были свободны от духа нищеты. Поэтому давайте посмотрим на пару мест Писания, просто утверждая это сегодня. Итак, Божье желание. У Него есть решительность, завета. Я хочу, чтобы мои люди процветали. Послушайте. И Он так же говорит это мне прямо сейчас. Мне нужно, чтобы мои люди процветали. Подумайте об этом. Мне нужно, чтобы мои люди процветали. Почему? Потому что осталось мало времени до прихода Иисуса. И у нас есть работа, которую нужно выполнить. И знаете что? Понадобятся финансы, чтобы сделать это. Поэтому Ему нужно, чтобы вы процветали. Почему? Потому что процветание — это символ завета. Это символ того завета, который есть у Бога с нами на этой земле. И Он хочет, чтобы вы были символом этого завета. Давайте рассмотрим несколько мест Писания. Первое место Писания — это 3 Иоанна, 2 стих. Я знаю, что вы знакомы с этими местами Писания, но не позвольте тому, что вы знаете их, украсть у вас свежее откровение, которое у Бога есть для вас. Пусть это будет живым. Пусть эти места Писания говорят к вам по-новому. И не становитесь невосприимчивыми к истине, новой истине, которую Бог хочет принести вам через это место Писания. Что я здесь делаю? Я просто передаю вам Божье отношение. Это Его отношение. Мне нужно, чтобы вы процветали. Я хочу, чтобы вы процветали. Итак, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Старец, старейшина Иоанн, слыша от Господа, Иоанн тогда находился на острове Патмос с Иисусом, И Он говорит, Я желаю, Я молюсь, Я настроен, чтобы превыше всего ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Здесь мы можем видеть волю Божию для нас. Это намерение, которое есть у Бога, о нас, чтобы вы и я ходили в этом процветании. Давайте рассмотрим еще одно местописание. 34-й Псалом. Будет очень хорошо, если вы будете конспектировать то, о чем мы с вами говорим в течение этих двух недель. Конспектируйте все, о чем мы с вами говорим, что вы потом могли воспользоваться этим. Пасторы, вы сможете воспользоваться этим конспектом для того, чтобы учить своих людей в своей церкви. И, конечно, у нас нет времени углубляться в каждое местописание, которое там есть. Но это записи, которые я использовал в течение этого месяца сентября в нашей церкви, когда мы просто постоянно с любовью повторяли это церкви, чтобы Слово Божие попало внутрь них. И для тех из вас, кто просто изучает Слово Божье, воспользуйтесь этим конспектом. Просто пометь для себя все эти места Писания, все, о чем мы с вами говорим. Итак, Псалом 34-й, 27-й стих. Вот Божье отношение к вашему процветанию. В одном из переводов в Библии сказано, «Да восклицают с радостью и веселятся те, кому угодно мое правое дело». Пусть они говорят постоянно, «Да будет возвеличен Господь, который наслаждается процветанием своего слуги». Итак, вы видите, Господь наслаждается вашим процветанием. Он хочет, чтобы вы были финансово свободны. Он хочет, чтобы вы были освобождены финансово, чтобы вы были свободны от долгов, чтобы вы переживали изобилие. Он хочет, чтобы вы были благословлены при входе и при выходе. Он хочет, чтобы вы прорывались. Он хочет, чтобы мы прорвались через ограничения, которые были на нас, прорвались через эти рамки и прорвались через беспокойство, которое так многие переживали. Это так. Так, некоторое время назад был новый рекорд по потерям домов из-за долгов. И когда я слышу это в новостях, я просто думаю обо всех этих людях. Это были не просто дома, которые были отобраны банком. Это также семьи, которые были выселены. Это семьи, которые потеряли свои дома. И возможно вы являетесь одним из тех людей, которые на грани потери вашего дома из-за неуплаты долгов. Отец, я молюсь за них во имя Иисуса. Господь, это твоя воля, чтобы они процветали. Это твоя воля для них, чтобы ты наслаждался их процветанием. Отец, я молюсь прямо сейчас. Особенно за тех, кто находится под таким финансовым давлением, которое просто угнетает. И я провозглашаю, вы свободны во имя Иисуса. И послушайте, что Бог говорит вам. Пусть они говорят постоянно, непрестанно. Да будет возвеличен Господь, который наслаждается процветанием своего слуги. Вам нужно говорить это постоянно. Господь наслаждается моим процветанием. Господь наслаждается моим финансовым процветанием. Процветанием моих детей, моих внуков, моих правнуков. Господь наслаждается этим. И это воля Божья, чтобы вы процветали. Вот его отношение к процветанию. Вера останавливается перед вопросительным знаком. А мы просто берем и стираем вопросительный знак и заменяем его восклицательным знаком, который подтверждает, что Бог желает, чтобы вы процветали. Именно в эти времена. Именно посреди этих сложных экономических обстоятельств. Давайте рассмотрим еще одно местописание. Второзаконие. 8 глава книги Второзакония, 18 стих. И во Второзаконии 8, 18 мы снова можем видеть отношение Бога к процветанию. Здесь сказано, «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу, или крепость, или способность, или средство, или возможность, или путь, чтобы приобретать богатство, дабы исполнись, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил Отцам твоим». Видите? Слово Божье открыто говорит нам. Это Он, Бог, дает тебе силу приобретать богатство. Притча 10, 22. Благословение Господне. Оно обогащает и печали с собой не приносит. И Господь дает вам силу, способность, крепость. И мы поговорим об этом в продолжении этих передач в течение 10 дней. Но Господь дает вам силу, чтобы вы могли приобретать богатство. Зачем? Для того, чтобы Бог, прежде всего, утвердил свой завет на земле. Знаете, за все отвечает серебро. Необходимы деньги для того, чтобы проповедовать на телевидении. Пасторы, вам нужны финансы, чтобы вы могли дальше делать работу Божью в церкви, делать то, что Бог призвал вас делать. Нам всем нужны финансы, чтобы мы могли делать то, что мы призваны делать. У Бога есть завет с нами через кровь Иисуса. И одно из преимуществ завета, включенных в это, это сила приобретать богатство, чтобы Бог мог утвердить свой завет с вами. Завет с вами, Он подтверждает свой завет. Завет — это нерушимое соглашение между двумя сторонами. И у Бога есть завет с вами. Во второй книге Паральпоменон, 16 главе, давайте откроем это местописание. Второе Паральпоменон, 16 глава. Еще раз хочу сказать, то, что мы делаем сегодня, мы утверждаем и подтверждаем, что Бог хочет, чтобы вы процветали. Он хочет, чтобы мы процветали, и мы должны выяснить и утвердить это сегодня в первую очередь. Это первый день. Первый день из десяти дней процветания. И приступая к этому, вы должны знать без тени сомнения, что это воля Божия, чтобы вы процветали. Хорошо. Вторая книга Паральпоменон, 16 глава, 9 стих. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». И когда говорится «вполне», речь не о совершенстве, не о том, что мы должны быть совершенными. Это слово «вполне» означает, что наши сердца должны жаждать Бога, желать Его. Жаждете ли вы Бога? Я жажду. Жаждете ли вы Его присутствия? Я жажду. Полны ли вы страсти к Нему? Я полон. Это ставит вас в такое положение, чтобы глаза Господа были на вас, искали вас. Сказано, что «очи Господа», если можно так сказать, сканируют землю, ища тех, кому Он может явить себя сильным. И слово «сильным» на иврите означает «богатство». Он ищет кого-то, кто открыт для того, чтобы верить Ему о богатстве. Вы готовы верить Ему? Вы готовы быть тем, кто говорит «Господь, больше не ищи». Вот я. Открой мне это богатство. Мы не дойдем до этого на этой неделе, но я просто скажу вам сейчас. Очень важно, как мы относимся к своим финансам, что мы с ними делаем. Павел писал Тимофею и говорил ему об отношении к финансам, которые должны быть у богатых людей. И поэтому мы ходим в любви Божией, мы ходим в щедрости. Мой мотив для того, чтобы аккумулировать финансы, это распространять их. Запишите это. Мой мотив для накопления финансов, это распространение. Всякий раз, когда в наш стеридом приходят финансы, мы радуемся. Почему? Потому что мы получаем возможность отделять десятину, отделить 10% того, что приходит в наш дом. Также мы радуемся, потому что мы можем сеять семя. И это то отношение, которое есть в нас. Это то отношение, которое Бог может использовать. Знаете, нас критикуют за послание процветания просто потому, что люди думают, что мы используем это в эгоистичных целях, чтобы обогатиться и утолить алчность. Давайте разъясним это с самого начала. Мы не делаем этого с такой целью. Мы верим Богу, чтобы мы могли быть благословением для других. И Господь хочет показать вам себя сильным. Давайте откроем еще одно местописание. Филиппийцам 4,19. Там сказано, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». В расширенном переводе Библии сказано, «Мой Бог щедро восполнит». Он щедро восполнит и наполнит до избытка, до переполнения всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Процветание. Что это такое? Определение, которое мы используем, настоящее процветание это способность использовать Божью силу, чтобы восполнить нужды человечества в духе, душе, теле, финансовой сфере, в каждой сфере. И Бог хочет давать процветание вам и мне, чтобы мы могли быть благословением, чтобы мы могли помогать другим людям, чтобы мы могли выплачивать долги за других. И мы могли помогать людям ослаблять давление, финансовое давление, которое на них. Я хочу помолиться с вами прямо сейчас. Я вдохновлен. Вы заметили это? Я просто переполнен. Терри могла бы сказать, «Джордж, ты кричишь!» Я просто восхищен тем, что Бог собирается сделать с нами в эти следующие 10 дней. 10 дней процветания. Отец, во имя Иисуса, мы молимся вместе. Я молюсь за всех, кто слышит нас прямо сейчас. Неважно, в какой они ситуации находятся. Отец, я молюсь за них. Я молюсь, чтобы твое финансовое процветание просто излилось и распространилось в их жизни, распространилось в их семьях. Я провозглашаю всякий счет оплаченным, всякую нужду восполненной. Я обращаюсь к долгам прямо сейчас. Во имя Иисуса, долги, убирайтесь. Убирайтесь прочь и ввергнитесь в море. И, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты полностью восполняешь всякую нужду, которая у них есть по Твоему богатству славе Христом Иисусом, наполняя до избытка, щедро обеспечивая. Отец, мы благодарим и славим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Сегодня и завтра мы будем говорить о том Слове, которое Господь дал мне. И это Слово о том, что мы не подчинены временам. Очень важно, чтобы вы это знали. Очень важно, чтобы вы знали, что несмотря на то, что вы живете в этом мире, вы не от этого мира. Очень важно, чтобы вы знали, что вы действуете в Царстве Божьем, в другой системе, в другом мире, независимо от того, что происходит вокруг вас. Послушайте меня. Послушайте. Что бы ни происходило вокруг вас, не обращайте на это внимания. Не обращайте внимания на то, что говорится через средства массовой информации. Недавно мы с Терри смотрели новости по телевизору, и там рисовалась одна очень безрадостная картина. Мы просто выключили телевизор на мгновение, посмотрели друг на друга и сказали, нет, это время, время процветания в нашей семье. И мы просто начали исповедовать Слово Божие. Мы просто исповедовали друг другу. Мы благословлены при входе, мы благословлены при выходе, мы благословлены в городе, мы благословлены на поле. И знаете, с тех пор, как мы начали это делать. В этом была такая сила, я думаю, что вы видите это прямо сейчас, во мне. Но там была такая сила, словно кто-то сделал громче звук. Духовный звук был сделан громче. И когда мы с Терри молимся перед принятием пищи, это уже не такие молитвы, как раньше. Отец, спасибо тебе за эту пищу, аминь. Нет. Эти молитвы превратились в вводимые Святым Духом времена молитвы. Мы устремляемся к Богу, устремляемся к Нему, устремляемся к Нему о вас, о свободе от долгов, о восполнении ваших нужд и оплате счетов. Сегодня и завтра мы будем говорить о том, что мы не подчинены временам. Скажите это громко. Мы не подчинены временам. И давайте откроем Библию на 17 главе Евангелия Таана. Мы обратимся к этому через минуту, но прежде я хочу заложить основания для этого из некоторых вещей, которые Господь проговорил ко мне о том, чтобы не быть подчиненными этим временам. Когда мы говорим о том, чтобы мы не были подчинены этим временам, то слово «подчиненные» означает, что кто-то подчинен другому, находится под властью или управлением, или контролем другого. Мы не подчинены этим временам. Как Господь сказал это мне, «Ты не подчинен, и ты не живешь под властью, управлением, контролем и влиянием того, как эта экономика и мирская система ведут себя в данный момент». Вы не подчинены этому. Послушайте меня. Я обращаюсь к тем, кто занимается бизнесом. Некоторые люди могут говорить, что ваш бизнес пришел в упадок. Эта сфера или конкретная область пришла в упадок. Не соглашайтесь с этим. Не принимайте это и не верьте этому. Знаете, есть люди, которые едут из Оклахомы в Форт-Уорд, тратя 5-6 часов на дорогу сюда, чтобы приехать в эту церковь. И они живут в сельской местности. У них соседи, есть сады. И прошлое лето было очень сухим, и весь урожай, который был в тех садах, был не очень хорошим. Кроме этой семьи, кроме этой одной семьи, которая приезжает в нашу церковь. И они привезли мне. В июле мы всегда празднуем день рождения пастора, проводим хорошее время в общении. Они привезли мне арбуз. И этот арбуз, я не преувеличиваю, он был вот такой большой, просто гигантский. Я ел его, и он был вкусный. Они привезли его мне. Их соседи говорили, у нас тут ничего не растет. Но посмотрите, что есть у вас. Что это? А это благословение Господне. Благословение, Господне, на вашем бизнесе и на вашей семье. Вы не подчинены временам. Времена подчинены вам. Вы не находитесь под властью и управлением времен. Вы не находитесь под властью и управлением этой сложной экономической ситуации. Нет. Наоборот, она подчинена нам. И Господь сказал, времена, в которых мы сейчас находимся, подчинены власти Слова Божьего, крови Иисуса и имени Иисуса, которое провозглашает и на основании которых действует верующий во Христа Иисуса. Когда вы высвобождаете свою веру через слова ваших уст и обращаетесь к горе долгов, она должна подняться и ввергнуться в море. Но если наоборот, вы подчиняетесь этому и занимаете место среди всех остальных и оказываетесь в неверии всех остальных, тогда вы пойдете тем же самым путем. Вы знаете, Библия говорит, чтобы мы не противостояли Богу. Вы, конечно же, можете противостоять дьяволу. Вы можете противостоять недостатку вашей жизни, синдрому нищеты. И, конечно же, вы можете противостоять вместе со Словом Божьим, потому что это не вы сами по себе противостоите всему этому. Вы благословены сверх меры. Времена подчинены нам. И Господь сказал, мы подчинены, и мы управляемы другой экономической системой, другой системой. И знаете, как Брат Копплант проповедовал об этом, что мы подчинены другой экономике, мы подчинены другой системе, системе Царства Божьего. Мы с вами живем в тайном месте. Позвольте дать вам пару мест Писания. В 26-м псалме, с 1 по 6 стихи, говорится о том, как Бог укрывает нас в своей скине во время бедствия. В 31-м псалме, в 6 и 7 стихах сказано, «Ты покров мой». «Ты покров мой». Мы находимся под покровом, когда все эти негативные вещи приходят в нашу жизнь. И в 30-м псалме, в 15-м и 16-м стихах сказано, это замечательное местописание, «В твоей руке дни мои» или же «Мои времена» в твоей руке. Мы не подчинены временам. Мы не подчинены экономике. Мы не подчинены статистике. Мы не подчинены статистике, будь то статистика здравоохранения или финансовая статистика. Как брат и сестра Копплант проповедовали нам, «Долготой дней он насытит нас и явит нам свое спасение». Вы не подчинены статистике людей пожилого возраста. И вы точно не подчинены статистике, когда экономика катится вниз. Все вниз и вниз. Все акции падают. И инвестиции просто идут вниз. Нет, у меня есть инвестиции в Царстве Божьем. Я сею семя. Я отделяю десятину. И я собираю урожай. Я являюсь жнецом. И мои дни, мои времена в его руках. Я хочу, чтобы вы открыли 17 главу Евангелия Теана. Это молитва, которой Иисус молился не только за своих учеников, но также и за всех нас. Начиная с 13 стиха, мы видим, как Иисус говорит, «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое. И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Поэтому, видите, здесь было положено это основание тому, что мы не подчинены временам. Вы не от этой мирской системы. Я здесь, я в этом мире, но я не от него, не от этой мирской системы. И вам необходимо сделать сегодня выбор. Прямо сейчас. Сделайте свой выбор. Будете ли вы подчинены временам, или же вы собираетесь начать действовать в системе Царства Божьего и ходить в духе, в духовном мире. 15 стих этой же главы Евангелия Таана. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Сохранил нас от зла, которое есть в этом мире. Да, там есть зло. Но благодаря крови агонца вы можете быть защищены от этого зла. Вы можете быть в правильном месте, в правильное время, с правильными людьми, делая правильные вещи. Вы можете быть в правильном месте с Богом, в том месте, где вы должны быть, и избежать трагедии, несчастного случая и опасности. «Я молюсь об этом для вас прямо сейчас. Я молюсь за вашу семью прямо сейчас во имя Иисуса. Пусть Он хранит вас от всякого зла. Я молюсь за ваших детей, ваших внуков и ваши семьи». Господь сказал, «Они не от этого мира, как и я не от этого мира». И затем Он сказал, «Освети их истину Твоею». Слово Твое есть истина. «Осветить» значит «отделить». Отделить их от чего? От этого мира. От влияния этого мира. Отделить их от мирской системы. «Моей истиной» Слово Мое есть истина. Поэтому, когда вы стоите на Слове Божьем, вы будете отделены от этой мирской системы. И все вокруг может выглядеть так, словно все разваливается на части, но вы будете стоять. И вы будете стоять твердо и уверенно. Знаете, была одна фотография, которую распечатали и разослали во время сильного урагана. Возможно, вы помните эту фотографию. На побережье в штате Флорида все дома были разрушены, кроме одного. Это потрясающее зрелище. Все дома разрушены, но тот дом устоял. Вы устоите. Вы устоите. Вы устоите в вашем бизнесе, когда у других людей их бизнес рушится. Я не молюсь о том, чтобы у других людей разрушился их бизнес. Я молюсь. Не о том, чтобы дома были отобраны. Я не молюсь, чтобы люди потерпели поражение. Но знаете, скажу вам честно, в этом мире есть проклятие. И если вы не ходите в благословение Авраама под этим покровом, то вы снаружи в этом проклятии. И когда другие люди будут видеть, что вы благословлены, то точно так же, как у той пары из штата Оклахома, которые приезжали в нашу церковь, был огромный урожай арбузов, спрашивали, почему вы благословлены, вы можете рассказать им и вывести их из владычества ужаса, зла, владычества нищеты и привести их сюда, на сторону благословения, на сторону Бога. Хорошо. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Из-за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены или отделены. Вы отделены. Есть стена искупления, которая отделяет нас от проклятия. А теперь 20 стих. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. Иисус молился здесь и за нас. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Поэтому Он молился и за нас, чтобы мы тоже были отделены. Отделены от чего? Иисус сказал, «Я отделю их от зла». А в нашем случае, от финансового бедствия, которое попыталось охватить нацию и весь мир. Он отделил вас от этого. Вы отделены от этого. И вам лучше начать поступать так. И вам лучше начать говорить соответствующим образом. Я знаю, что это может показаться грубым сравнением, но присоединяйтесь к программе. Я горю этим. Я горю Богом. Я горю Его присутствием. Его обеспечением и Его любовью к нам. И глубоко у меня внутри есть желание в отношении Его людей, Божьих людей, чтобы они ходили в свободе от этого рабства. Я искал в Библии места Писания, в которых говорится о том, чтобы хранить от зла. Матфей 6.13. «Избавь нас от лукавого». И вы можете найти все эти места Писания в Библии. Матфей 6.13. Он сказал, «Избавь нас от лукавого». Галатам 1.4. «Чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». Он не говорит о том, чтобы мы умерли и пошли на небеса. Он говорит о нашем освобождении от того, что происходит вокруг нас, о том зле, чтобы мы могли быть отражением всемогущего Бога и Господа Иисуса Христа на этой земле и в финансовой сфере. 1 Иоанна 5.18. «И лукавый не прикасается к нам». Лукавый не прикасается к нам и к нашим финансам. Он не может прикоснуться к моим финансам. Ну, пастор, как вы можете быть так уверены в этом? Потому что я отделяю десятину. Я тот, кто отделяет десятину. И это отделяет меня. Десятина – это своего рода страховка, страховой полис для остальных 90% вашего дохода. 10% – это тот полис, который обеспечивает то, что вы не будете ограблены, у вас ничего не будет украдено. Знаете, мы с Терри в прошлом занимались инвестициями, и мы потеряли некоторые деньги. Но на самом деле мы не потеряли эти деньги. Позвольте мне исправить это прямо сейчас. Деньги временно ушли от нас, и они вернулись. Почему? Потому что я почитаю Бога своей десятины. И это вернулось к нам в семь раз больше. Это обетование. Поэтому, если деньги временно ушли, с вашего счета, из-за тех инвестиций, которые вы сделали, стойте на месте Писания, которое говорит, что они должны вернуться в семь раз больше. Так и было. Даже когда я совершал ошибки. Бог милостив, Бог добр и Бог благ. Я не подчинен этой мирской системе. Итак, что же я делаю с инвестициями? Во-первых, я молюсь на языках. Я молюсь в духе сначала, и я хочу быть уверенным в том, что я услышу от Бога. Но лукаво не прикасается к вашим финансам. В первом послании Коринфянам 10.13 сказано, что Он дает облегчение или выход для нас, чтобы мы могли избежать этого. Он дает этот выход, чтобы мы с вами могли избежать этого. Римлянам 8.2. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон Духа Жизни Христа во Христе отделил меня. Вы отделены. Вы не подчинены временам. Это слово от Господа. Вы не подчинены временам. Вам нужно сделать табличку. Сделать маленькую табличку и поставить на свой телевизор, приклеить ее к телевизору и написать, «Мы не подчинены временам». Вы не подчинены. И Иисус молился за вас, чтобы вы были отделены, и вы были освящены этим словом. И наоборот. Я знаю, что я трижды сказал на этой передаче наоборот. Нет. Мы процветаем и преуспеваем посреди трудных времен. Если у нас будет возможность на этой неделе, мы поговорим про Исаака. О том, как он сеял во время засухи и пожал вас сто крат. А Исаак был богатейшим человеком на земле прямо посреди засухи. Мы поговорим об этом. Мы поговорим о том, как же нам действовать во времена засухи. Но посреди этих трудных времен мы процветаем. Мы с Терри говорим друг другу. В трудные времена мы процветаем. Сеянием мы прокладываем для себя путь. Десятины мы прокладываем для себя путь. Мы просто забираемся в Слово Божье. И мы верим в это всем своим сердцем. И не позволяем ничему другому попасть в наши сердца. Мы не подчинены мирской экономике. Вы не подчинены мирской экономике. Скажите это. Я не подчинен мирской экономике. Я не подчинен мирской экономике. Мы процветаем. Вопреки тому, что происходит вокруг нас. И мы не тронуты всем этим. Это то, что Господь сказал мне. Мы остаемся не тронутыми всем этим. И мы остаемся не поврежденными тем, что происходит вокруг нас. И во вставшееся время на этой передаче я хочу поговорить с вами о том, что Господь показал мне в книге Исход. Восьмая глава книги Исход. Давайте откроем ее. Восьмой главе книги Исход в 23 стихе. И как вы понимаете, я дам вам сокращенную версию. Но вы понимаете, что там на одной территории жили египтяне и народ Израиля. Дети Израиля в земле Гесем. Но там было определенное разделение. Разделение между тем, что происходило с египтянами и тем, что происходило с детьми Израиля. То есть народ Израиля был отделен. Это то отделение или освящение, о котором молился Иисус. Когда мы отделены от мирской системы. И когда вы принимаете решение, тогда вы являетесь отделенными от мирской системы. В восьмой главе книги Исход в 20 стихе сказано, «И сказал Господь Моисею, «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона». Вот он подойдет к воде, и ты скажи ему, «Так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю, или откроется это проклятие, и проклятие пошлет на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мук, и наполнятся дома египтян песями мухами, и самая земля, на которой они живут, и отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мук, дабы, или чтобы в результате ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». Итак, еще раз. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. И это разделение... Знаете, у меня в Библии есть сноска. На иврите это слово разделение также означает искупление. Есть тена, искупление, которое отделяет нас с вами. Иисус искупил нас от проклятия нищеты, чтобы мы могли ходить в благословение Авраама. И в книге «Исход» мы видим картину всего этого. Есть стена искупления, которая отделяет вас и меня от этого финансового кризиса, который происходит по всей земле. Потому что мы с вами действуем в системе Царства Божьего на этой земле. И мы не подчинены временам. Мы только что прочитали об отделении от этих песьих мух. И дальше в 9 главе мы можем читать продолжение этой истории. Скот детей Израиля не погиб, а скот египтян погиб. Дальше в 9 главе. Град не падал на детей Израиля, но он падал на египтян. В 10 главе. В земле Гесем был свет, а на стороне египтян была тьма. Поэтому мы с вами отделены от проклятия. Примите это решение сегодня. «Я искуплен от проклятия». Существует стена разделения, искупление, которое отделило нас от проклятия закона. И мы с вами благословлены. В послании Галатам 3.9 сказано, «Итак, верующие благословляются». Благословляются. Вы верите в Господа Иисуса Христа? Если вы не верите в Него, сделайте Его Господом прямо сейчас. Очень важно, чтобы вы сделали это. Просто скажите, «Иисус, я принимаю Тебя как Господа своей жизни, как Спасителя своей жизни. Спаси меня от того беспорядка, который есть здесь. Окружи меня своей любовью». И это так легко сделать. Просто примите Его своим Господом и Спасителем, и вы будете отделены. А те из вас, кто уже знает Иисуса как своего Господа и Спасителя, снова посвятите себя Ему прямо сейчас. Скажите, «Иисус, Ты мой Спаситель. Ты искупил меня от проклятия, и я не подчинен этим временам. Я подчинен правлению и царствованию Господа Иисуса Христа и Божьей системе, которая есть в Царстве Божьем». Хорошо, давайте помолимся. Отец, мы верим во имя Иисуса, что процветание всемогущего Бога приходит на тех, кто смотрит и слушает нас. Господь, мы благодарим Тебя и славим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Во-первых, нам нужно знать, что процветание является волей Божьей для нас. А также нам нужно знать, что мы не подчинены временам. Давайте откроем Библию сегодня на 17 главе книги Иеремии. Давайте рассмотрим эту тему в 17 главе книги Иеремии. И я называю эту тему так. «Одинаковые условия, но разные результаты». Одинаковые условия, но разные результаты. Вчера мы говорили о том факте, что Иисус молился, чтобы мы были освящены или отделены от зла, который есть в этом мире. И нам необходимо понять, что мы не являемся частью мирской статистики. Мы отделены стеной искупления. Мы ходим в благословении Авраама. Мы поговорим об этом больше в течение этих 10 дней процветания. А сегодня я хочу обратиться к этому принципу, который Господь показал мне. О том, что мы можем иметь те же самые условия вокруг нас, одинаковые условия, но получать различные результаты. Мы говорили об этом вчера на примере книги Исход, когда письи мухи поразили землю египетскую. Но Бог сказал, «Я разделю» или «Произведу разделение между вами и ими». И слово «разделение» в книге Исход, в моей Библии, это слово переводится так же, как и «искупление». Есть стена искупления, которая отделяет нас. Я помню, как некоторое время назад витали эти разговоры о том, что если вы путешествуете самолетами, то люди, которые находятся в этом самолете, которые чихают, могут заразить вас и так далее. И знаете, каково мое отношение к этому? Если мне нужно лететь самолетом, я верю, что я отделен кровью Иисуса. Даже если вокруг меня те же самые условия, когда люди чихают, и микробы витают в воздухе, я получаю другие результаты. Даже если люди оказываются рядом со мной, которые чихают, они просто смотрят на меня, разворачиваются и уходят. Так оно и происходило с нами. Я провозглашаю кровь Иисуса над нашей жизнью. И я верю, что мы с вами в правильном месте, в правильном время, делаем правильные вещи с правильными людьми. И не имея значения, что происходит вокруг нас, мы отделены от этой мирской системы. В мирской системе есть некоторые условия, которые сейчас сложились. Есть вещи, которые происходят в этой мирской экономике прямо сейчас. Но не позволяйте себе быть увлеченными этими вещами и задумываться на мгновение, что вы, может быть, являетесь частью мирской статистики, частью того, что происходит со всеми людьми. Нет, вы отделены от этого мира. Вы не подчинены и не находитесь под властью или управлением экономических времен вокруг нас. Но мы действуем в системе экономических времен Царства Божьего. Одинаковые условия, различные результаты. Одинаковые условия, но различные результаты. Давайте посмотрим 5 стих 17 главы книги Иеремии. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей ее опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Прямо в этом месте Писания мы видим, как перечисляются условия для того, чтобы ходить в проклятие. Это словно какая-то серия учений, преподаваемых где-то. Как ходить в проклятие? Как эффективно ходить в проклятие? Но смотрите, здесь говорится «Проклят человек, который надеется на человека». Или вы также можете сказать это таким образом. «Проклят человек, который надеется на деньги, и плоть делает своей ее опорой». Такой человек полагает все свое упование на естественные вещи этой земли, и которого сердце удаляется от Господа. я слышал, как один человек говорил, если бы я назвал его имя, вы бы поняли, что это известный человек. Он работает в сфере средств массовой информации. Однажды он давал интервью и говорил о Мессии. И он говорил, что просто совсем не верит. Он не верит ни в какого Мессию, нигде, никогда, ни в каком месте. И этот человек подходит под это описание, и которого сердце удаляется от Господа. И вот каким будет этот человек? Он будет как вереск в пустыне. Вереск — это маленький куст, маленький низкий куст, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной, необитаемой. И здесь, в пятом и шестом стихах, мы видим, что есть одинаковые условия, но разные результаты. Одинаковые условия, но разные результаты. И здесь мы видим, что он находится в этом месте проклятия. А в других местах Писания, которые мы читаем, мы видим, что существовали одинаковые условия, но два разных человека получали совершенно два разных результата. Это вы. Вы должны сделать свой выбор. Вы выбираете жизнь, и вы выбираете смерть. Я выбираю жизнь. Я знаю, что вы выбираете жизнь. Но об этом конкретном человеке здесь сказано. Проклят человек, который надеется на человека, и плод делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск, как низкий куст, в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной, необитаемой. Послушайте. Вот эта стена искупления. Вот это разделение. Прямо там. Разделение между шестым и седьмым стихами. Смотрите. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование и доверие Господь. Поэтому мы видим здесь, что этот человек уповает на Господа, в отличие от того человека. Находится ли ваше упование в Господе сегодня? Доверяете ли вы Ему? Доверяете ли вы Ему в отношении ваших финансов? Мы должны доверять Господу. Мы должны возлагать нашу надежду и наше доверие на Господа. И вот результаты этого человека. Он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Смотрите, одинаковые условия, но разные результаты. Они находятся в одинаковых условиях. Один человек, который был проклят, не полагался на Бога. Он сделал человека своей поддержкой, полагался на человека, и он получил недостаток, нищету и испытал безнадежность и беспомощность. Однако, с другой стороны, вот человек, который находится в тех же самых условиях, но получает другие результаты. Он как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен. Слово зелен на иврите означает «цвести». Он цветет. Тот человек, который не уповает на Бога и не ходит верой, засыхает от своих корней. Но этот человек, с другой стороны, который уповает на Бога, сказано, что лист его будет зелен и что он будет процветать. И я провозглашаю это над собранием нашей церкви постоянно. Мы преуспеваем, а не выживаем. Мы процветаем, а не терпим поражения. Поэтому мы, как этот человек, которого лист зелен и который процветает, скажите это прямо сейчас. Я процветаю. Скажите это вместе со мной. Я процветаю. Ваш бизнес процветает. Ваша семья процветает. Ваши дети процветают. Все, к чему вы прилагаете, ваши руки, согласно 28 главе книги второзакония, процветает. И здесь сказано, вы не будете бояться во время засухи. И слово бояться значит быть полными заботы, беспокойства и тревоги, находиться под давлением. Вы не будете тревожиться, вы не будете беспокоиться во время засухи. Мы, как нация, находимся во время засухи. Но посмотрите на различия. Видите? Этот человек в пятом и шестом стихах он переживает то же самое время засухи. И вы можете переживать и видеть везде вокруг себя последствия засухи или последствия голода или последствия экономического спада. Но здесь сказано, что вы не будете беспокоиться, вы не будете тревожиться посреди всего этого. Вы будете свободными от стресса. Вы будете свободными от стресса во время этого экономического спада, потому что вы знаете, что ваши корни уходят глубоко и ваш лист, он цветет и вы процветаете, вы приносите плод. Сказано, вы не перестанете приносить плод. Это замечательная часть этого стиха. Вы никогда не перестанете приносить плод. Я не знаю точно, как это происходит, но я знаю, что это происходит сверхъестественно. У вас могут быть инвестиции. Инвестиции в разных фондах. Я просто знаю, что даже при экономическом спаде, когда у всех остальных дела приходят в упадок, ваши дела идут в гору. Как же это происходит? Сверхъестественно. Происходят сверхъестественные вещи. И вам нужно начать видеть себя в этом. За этой линией разделения. Вокруг вас могут быть те же самые условия, но вы получаете другие результаты, и вы приносите плод постоянно. Вы проходите через экономическую ситуацию, через сложные экономические времена, и ваш бизнес и ваша жизнь процветают все это время. Это то, во что мы должны верить. И это то, во что мы должны погрузиться в этот день и в этот час. В это послание процветания. Позвольте мне прочитать это местописание в другом переводе. Вот что говорит Господь. Прокляты те, кто полагают свое упование на обыкновенных людей, надеются на человеческую силу и отворачивают свои сердца от Господа. Они как низкие кусты в пустыне, у которых нет никакой надежды на будущее. Они будут жить в голой пустыне, в ненаселенной соленой земле. Но послушайте. Вот опять это разделительная линия между шестым и седьмым стихами. Благословлены те, кто уповают на Господа. И сделал Господа своей надеждой и доверием. Они как деревья, посаженные на берегу реки, с корнями, которые проникают глубоко к воде. Такие деревья не беспокоят жара. Меня не беспокоят сложные экономические времена, так же, как и вас. Мы остаемся неподверженными этому и незатронутыми этим. Ну, пастор, как ты можешь говорить такое с такой смелостью? Потому что я уповаю на Господа, и я действую в системе Царства Божьего. Я живу совершенно в другом Царстве, в Царстве Божьем, здесь, на этой земле. Я в этом мире, но я не от него. Так что меня не беспокоит жара и не волнует долгие месяцы засухи. Их листья остаются зелеными, и они никогда не перестают приносить плод. Мне нравится, что сказано в еще одном переводе, в восьмом стихе. Они как деревья, которые пересадили в Эдемский сад. Мы с вами переживаем благословение Эдемского сада на этой земле. То, что Бог начал в Эдемском саду, Он хочет совершать с вами и со мной. Он хочет, чтобы мы были плодовитыми. Он хочет, чтобы мы переживали умножение. А это не только значит иметь много детей. Это значит быть плодовитыми и умножающимися в каждой сфере жизни. Они как деревья, которые пересадили в Эдемский сад, пускающие корни возле реки. Они никогда не беспокоятся в самые жаркие из летних сезонов. Наши друзья рассказывали нам об одной поездке, в которую они отправились по реке Нил в Египте. Они сказали, что они читали это местописание из 1-го псалма и из 17-й главы Еремии о деревьях, посаженных возле воды, возле потоков воды. Но они сказали, что там они действительно получили новый образ этого, когда плыли по реке Нил. Возле Нила, по их словам, есть деревья, которые посажены сразу около реки. И они цветут и растут. Они зеленые. Но если вы чуть-чуть отдаляетесь от берега, то сразу же начинается сухая песчаная земля. Вы видите разницу? Пусть ваши корни устремляются к потокам живой воды. Пусть ваши корни углубляются в Слово Божье. Они никогда не беспокоятся в самые жаркие из летних сезонов. Никогда не теряют листья. Они невозмутимые и спокойные в периоды засухи. Приносят свежий плод каждый сезон. Итак, одинаковые окружающие условия, но разные результаты. Одинаковые условия, но разные результаты. Давайте сейчас обратимся к Евангелии от Луки. И у меня есть что-то, что я хочу прочитать вам. Это пророчество, которое высвободил брат Копланд. И опять же, чтобы подтвердить то, что у нас есть одинаковые условия, но разные результаты, послушайте то, что сказано в Евангелии от Луки 6.46. «Что вы зовете у меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их...» А мы должны быть исполнителями Слова Божьего. Это необходимо. Это важно. Мы должны быть исполнителями Слова Божьего. Должны погружаться в Слово Божье. Должны провозглашать. Должны обращаться к своим банковским счетам и просто призывать урожай. Иисус сказал, «И быть исполнителем Слова». Скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он был основан на камне? Основаны ли вы на камне? Мы должны быть основаны на скале. Должны быть основаны на камне, погружены в скалу. Но послушайте это. А слушающий и не исполняющий, он не является исполнителем Слова Божьего. Подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Одинаковые условия, разные результаты. Один человек услышал Слово Божье, был исполнителем Слова Божьего, построил дом свой на камне, на скале Слова Божьего. Другой человек здесь, в этой же местности, сосед, построил свой дом на песке. Он не был исполнителем Слова Божьего. Он не полагал свое упование на Слова Божьего. Он является человеком из 6 стиха 17 главы Еремии. А тот другой являлся человеком 7 и 8 стихов 17 главы Еремии. Одна и та же буря обрушилась на всю ту местность. Но человек, который построил свой дом на основании камня Слова Божьего, не поколебался, стоял твердо. Человек, который построил свое основание не на скале, его результаты были другими. И что мне нравится в этой истории? Я верю, что произошло следующее. Соседу, дом которого был на песке, пришлось бежать под укрытие человека, дом которого был построен на камне. И он смог научиться и вырасти там. Но запомните, при одинаковых условиях были разные результаты. И именно это происходит в мирской экономике прямо сейчас. Мы с вами живем в такое время, в такой период жизни, когда Слово Божье нужно нам больше, чем когда-либо. Во время одной из конференций верующих, Брат Копланд высвободил Слово от Господа. И я хочу прочитать его вам. Это Слово, а также мои записи, доступны на нашем английском сайте. Просто зайдите в статьи и откройте раздел «Pastor's Notes». И вы сможете скачать на английском языке все эти записи. Но послушайте, послушайте. Одинаковые условия, разные результаты. Господь сказал через брата Копланда, «Мир находится в серьезной проблеме, но семья веры, и те, кто прилипается к моему слову и слушают очень внимательно, и делают то, что я демонстрировал вам вечер за вечером, вы можете делать это, вы можете делать это сами, вы можете стоять на месте и поклоняться, и прославлять Бога перед лицом самого ада». Брат Копланд произнес это слово после хвалы и поклонения во время конференции. Итак, вы можете прославлять Бога перед лицом самого ада, и в хвале вы можете прийти в это место, где вы говорите, «Ха, все будет хорошо!» Все будет хорошо! Еще раз говорю вам, мир в серьезной проблеме. Некоторые очень тяжелые обстоятельства приходят в разные места по всему миру. Очень сложные времена во многих местах, и так у них обстоят дела, но они не станут лучше, они будут продолжать становиться хуже и хуже, все катится вниз, и мир не может остановиться. Но для семьи веры, слава Богу, для семьи веры все будет хорошо, все будет хорошо. Да, вам придется занять позицию, вам придется сражаться добрым подвигом веры, но когда вам не нужно было делать это, это опасные времена. Это опасные времена финансово, это опасные времена на земле, потому что земля обременена ужасной тяжестью греха. И есть места и ситуации под землей, в океанах, где происходит потрясение. Земля пытается разорваться в различных местах. Стойте на моем слове, и это не приблизится к вам. Прославляйте и поклоняйтесь моему имени. Не наполняйтесь страхом и не наполняйтесь проблемами в вашей жизни. Не вкладывайте это в ваши уста. Нет, перестаньте жить в этом доме. Вернитесь назад, в дом веры. Это то, о чем мы только что говорили в 6 главе от Луки. Дом веры. Дом, который не упадет. Питайтесь моим словом, а не хлебом печали. Питайтесь моим словом, и смотрите на мое лицо. Прославляйте и поклоняйтесь. Прославляйте и поклоняйтесь церкви. Прославляйте и поклоняйтесь. И проповедуйте Слово Божье. Потому что, как я сказал, и продолжу говорить, пока это не станет сильнее в вашем духе. Ваше время пришло. Это время, чтобы вы преуспевали. Это время, чтобы вы делали превосходные, экстраординарные вещи в финансовом мире, в мире медицины, в тех сферах, где мир в глубоких неприятностях. И они запутались сильнее, чем они способны понять, насколько они действительно запутались. И им больно от этого. Люди пытаются нажиться на таких людях. Но все будет хорошо. Отец, мы живем в семье веры. Мы остаемся в семье веры. И возможно, вокруг нас такие же обстоятельства. Но мы в семье веры получаем другие результаты. И все будет хорошо. Все будет хорошо. И Отец Небесный, помоги нам достичь тех, кто страдает вокруг нас, чтобы мы могли привести их в дом веры. В дом веры, который основан на камне, на скале. Так что, когда бури бушуют и потоки разливаются, мы стоим твердо и сильно и непоколебимо, как скала на слове живого Бога. И сегодня я хочу поделиться с вами темой, которая называется так. «Преуспевание посреди голода». Давайте откроем 26 главу книги Бытия. Я прочитаю вам некоторые места Писания и затем прокомментирую их. Мы можем процветать даже посреди голода. Книга Бытия, 26 глава, 1 стих. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак Кавимилеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по сей земле, и я буду с тобой, и благословлю тебя, ибо тебе, и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои. И Исаак остался». Он поселился в земле Герар. И в 12 стихе мы читаем, «И сеял Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат». Так благословил его Господь. «И стал великим человек сей и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим». У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей. Исаак был богатейшим человеком на земле в то время, которое называлось голодом в земле. Голод. Мы могли бы назвать голодом наше время, в которое мы живем. Мы могли бы назвать голод сильным недостатком, чрезвычайным недостатком, серьезным экономическим спадом и кризисом. «И вы видите, что я обращаюсь к моим записям. Они доступны вам». Посетите наш сайт kcm.org на английском языке и найдите раздел «Пастер's Notes», и вы сможете скачать их для себя. Пастера вы можете изучать их. Служители, вы можете проповедовать эти послания. Это отдельное послание занимает три страницы. Мы не сможем охватить все сегодня, но вы сможете посетить наш сайт и скачать это для себя. Но когда я изучал слово «голод», я понял, что оно означает сильный недостаток, чрезвычайную нехватку и серьезный экономический спад, кризис. И мы переживаем такие времена на земле. Это пугающее время для людей, которые не знают Бога. Это пугающее время для людей, которые не знают свой завет с Богом. Есть страх. Есть искушение бояться в эти времена. Но мы с вами, вы и я, посмотрите на меня. Это как Джесси Дуплентис. Посмотрите на меня. Мы не боимся в эти времена. Мы не боимся. Мы не находимся в неуверенности или безнадежности. Мы знаем, куда мы идем. И мы знаем, кому мы служим. И мы знаем, в каком царстве мы находимся. И мы знаем, на какой экономической системе мы основаны, на чем мы стоим. И посреди этого голода. Исаак посреди того голода «Сеял и пожал во сто крат». Одинаковые условия, различные результаты. я проводил изучение Слова Божьего в отношении голода и того, что происходит во время голода, о том, что происходит с нами, о том, что происходит с вами, о том, что происходит со мной, когда нация переживает любого рода экономический спад или кризис, или то, что мы можем назвать голодом, современным голодом. Что с нами происходит в подобные времена? Я хочу дать вам три местописания, которые говорят о том, что Слово Божие говорит нам во время голода. Прежде всего, пятая глава книги Иова в 20 и 22 стихах написано, и я хочу вам прочитать из нового живого перевода Библии. «Он спасет вас от смерти во время голода». Ты посмеешься над разрушением и голодом. Это замечательное местописание. Это замечательное местописание. Бог спасет вас от смерти или Бог спасет вас от разрушения во времена голода. И вы будете в таком положении, где вы настолько утверждены на Слове Божьем и ходите в таком процветании, что вы посмеетесь над голодом, посмеетесь в лицо голоду. Смех в духе подобен хвале. И он остановит и сделает безмолвным врага и мстителя. и смех на самом деле это то, что в Библии называется лекарством. Это послужит вам. Он врачует, если вы будете смеяться в лицо голоду. Вам нужно как-нибудь попробовать сделать это, когда вы сидите со счетами в своих руках. Может быть, прямо сейчас вы находитесь в такой ситуации, когда вам приходится ходить с верой в отношении оплаты ваших счетов. И вот вы сидите за столом, смотрите на все эти счета и решаете, какую в первую очередь вы оплатите, какую вы не будете пока оплачивать. Но вы берете книгу Иова, 5 главу, 20 и 22 стихи, и вы начинаете смеяться над голодом. Слава Богу посреди всего этого. Вы должны сделать это. Посреди голода сказано, что Бог спасет вас от смерти или Он спасет вас от финансового поражения прямо посреди голода и засухи. 32 Псалом, 18 и 19 стихи. Око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Он сохраняет нас в живых. Это то, что Он сделал с Исааком. Он сохранил его жизнь. Он поддерживал его полным жизни. Он сохранял его вместе безотказной любви, любви Божьей. Сказано в новом живом переводе, полагаясь на его безотказную любовь. 36 Псалом, 18 и 19 стихи. И во дни голода, в одном из переводов сказано, даже во дни голода у них будет больше, чем достаточно. Мне нравится это. Даже в одни голода, даже в сложные экономические времена у вас будет больше, чем достаточно. Знаете, люди думают про себя в сложные экономические времена. Знаете, было бы хорошо, если бы мы могли просто оплатить наши счета и свести концы с концами. Нет, не делайте так, не соглашайтесь на меньшее, чем самое лучшее от Бога. Нет, здесь сказано, в 19 стихе этого 36 Псалма, даже во времена голода, у них будет больше, чем достаточно. Вы знаете, как звучит это местописание на иврите? Я скажу вам, сказано, он будет снабжать до тех пор, пока больше не потребуется, во время голода. Мы не говорим о хороших временах. Я только что почувствовал себя как брат Копланд. Мы не говорим о временах, когда все выглядит хорошо. Мы говорим о голоде, о серьезной экономической ситуации. И даже во время голода у них будет больше, чем достаточно. Господь сказал мне в 2009 году провести серии учений в церкви о преуспевании. И он дал мне слово, что мы не просто выживаем, мы преуспеваем. Поэтому перестаньте говорить, ну, мы просто выживаем. Как ваши дела? Как ваш бизнес? Ну, мы просто выживаем. Нет, вы не выживаете. Выживание. Я слышал однажды, как кто-то дал определение слову «выживать». Это значит быть едва живым. Мы не едва живые. Мы не почти мертвые. Мы полны жизни и мы живем. И мы не просто выживаем. Мы преуспеваем. Знаете, я думаю обо всех этих передачах на телевидении «Выжить любой ценой», где люди учат вас, как выживать в суровых условиях. Вы видели такие передачи? Я видел. Такого человека отправляют в глушь, в суровые условия, и он там должен жить, питаясь жуками, спать под дождем, и постоянно камера снимает все это. И он говорит, «Я собираюсь съесть эту змею. Я собираюсь съесть это». Знаете, это выживание. Но мы с вами не просто выживаем, мы преуспеваем. Мы преуспеваем. Мы процветаем. Мы цветем. Мы достигаем успеха. Мы продвигаемся вперед. Все эти слова значат преуспевать. Мы энергично растем. Вот что значит преуспевать. Мы возрастаем в имуществе, во владениях. Это преуспевание. Благословение Господне, притча 10.22. Оно обогащает и печали с собой не приносит. Итак, мы видим, что Исаак преуспевал во время засухи, во время голода. И очень интересно, что Господь сказал ему, «Оставайся в той земле, в которой ты находишься». Исаак хотел уйти в Египет, но Господь сказал ему, «Оставайся прямо там, где ты находишься». Возможно, вы прямо сейчас в таком месте, которое нуждается в Боге, в своих финансах. Но Богу необходимо, чтобы вы были прямо там. Бог хочет, чтобы мы там были, чтобы иметь возможность улучшить экономическое положение этих мест. Пасторы, у вас есть сфера полномочий в ваших церквях. В ваших церквях для того, чтобы полностью изменить и преобразить местность вокруг вас. У вас есть полномочия. И наша сфера полномочий — это Форт-Ворд. У нас есть некоторая молитвенная сила в том, что касается Далласа и всего штата Техаса и Соединенных Штатов, но я должен вам сказать, город Форт-Ворд — вот сфера моих полномочий. Форт-Ворд находится в сфере полномочий пасторов. И уверяю вас, мы провозглашаем, что Форт-Ворд — это город Божий. Мы провозглашаем, что праведность Божия царствует в Форт-Ворте. А вся коррупция, все наркотики, все возможные незаконные сделки должны покинуть Форт-Ворд. И мы молимся об этом. И мы провозглашаем, что Форт-Ворд — это преуспевающий город. Вот сфера моих полномочий. Вот сфера моих молитвенных полномочий. Я живу в этой местности. И с Исааком было то же самое. Господь сказал, «Оставайся прямо здесь». Я хочу, чтобы ты доказал одну вещь, Исаак. Я хочу, чтобы ты был доказательством. И ты доказал людям, что твой Бог, Иегова Ира, Иегова, Бог, который обеспечивает, здесь, на твоей стороне. И Он заботится о тебе, вопреки тому, что происходит вокруг тебя. Бог нуждается в нас здесь прямо сейчас. Бог нуждается в нас в этой нации. Это местописание, которое я однажды прочитал. Деннис Борг проповедовал на конференции для служителей, которая проходила на территории миссии Кеннета Копланда, и дал нам это местописание. Боже мой! Оно просто подчеркнуто и выделено в моей Библии. Это Захария 8, 13. В новом живом переводе Библии сказано, «Среди народов Иуда и Израиль стали символами того, что значит быть проклятыми. Но больше не так. Теперь я спасу тебя и сделаю тебя символом и источником благословения». Символом и источником благословения. Поэтому не бойтесь, не будьте разочарованы, но вместо этого займитесь восстановлением храма. Мы с вами на земле, мы с вами во всяком народе, там, где вы находитесь прямо сейчас. Если вы в США, если вы в Европе, если вы в Астралии, где бы вы ни были в этом мире, если вы пастор, у вас есть сфера полномочий, вы и ваша церковь являетесь символом и источником благословения. Символом и источником благословения. Книга Бытия, 12 глава, 2-3 стихи. «Я сделаю тебя великим народом, я благословлю тебя обильным умножением благоволения и сделаю твое имя знаменитым и выдающимся, и ты будешь благословением, раздавая добро другим. В тебе все семьи земли будут благословлены, и тобой они будут благословлять себя». 20-й Псалом, 7-й стих. «Ты сделал так, чтобы он был благословен и был благословением вовеки». Бог благословляет нас посреди голода и засухи, чтобы мы могли достигать и благословлять других. Он финансово благословляет вас, чтобы вы могли помогать вашим соседям и людям, с которыми вы работаете. И они придут к вам и скажут, «Я не знаю, что делать. У нас есть счета, которые должны быть оплачены, и кредиторы ходят за нами». А вы сядете там и скажете им, «Посреди голода Бог благословил нас. Чем я могу вам помочь?» И вы сядете и выпишите им чек, возьмете его и отдадите им. И они скажут, «Что это за Бог, в Которого вы верите?» «Это Бог, Которому служил Исаак. Это Бог, Которому мы с вами служим». Так что посреди голода он сеял и получил в тот же год во сто крат. Я много изучал это и углублялся в это местописание. Знаете, та местность, Герар, являлась не очень хорошей местностью в отношении почвы. Там была не самая лучшая почва для выращивания урожая, но Исаак сеял. И он пожал. И в том исследовании, которое я проводил, я увидел, что он достиг необычайного урожая. Даже в плодородных регионах, даже в плодородных регионах, они не получали больше, чем от 25 до 50 крат. Но в этой истощенной, сухой, голодной местности Исаак сеял, и он пожал во сто крат. И вот местописание, которое вы должны исповедовать и верить о нем Богу. 64-й Псалом, с 11 по 13 стихи. В новом живом переводе сказано. «Ты венчаешь мой год щедрым урожаем». Год, в котором мы живем. Бог венчает его щедрым урожаем. И даже твердые дороги переполняются изобилием. Пустыня становится сочной пажитью, и склоны холмов расцветают радостью. Луга, одеты стадами овец, и долины, устелены зерном. Все они восклицают и поют от радости. Итак, Исаак сеял. И в тот же самый год он пожал во сто крат. И он не сдался. Даже посреди голода. И даже при том, что они забрасывали, засыпали его колодцы. Он не сдался. Он не бросил все. Он продолжал идти. Он просто продолжал копать другой колодец. И он не оставил свое место веры. И Господь дал мне пять вещей, чтобы я передал их вам. Пять вещей, чтобы преуспевать посреди голода. Это то, что вы должны продолжать делать. Это то, что мы не можем перестать делать. Это то, что мы не можем бросить посреди тяжелых обстоятельств, посреди голода. Я хочу дать их вам. Это то, что делал Исаак. Итак, Исаак, номер один, он продолжал слушаться Бога. Вам нужно продолжать слушаться Бога. Вы должны продолжать слушаться Бога, быть послушным Ему. В послушании находится благословение. Исаия 1,19. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Исаак послушался, и нам нужно продолжать слушаться Бога. Все, что Бог говорит вам сеять, везде, куда Бог говорит вам идти, то, кем Бог говорит вам быть, вам нужно быть послушными этому. Хорошо, номер два. Исаак продолжал сеять семя. Он продолжал сеять семя. Знаете, всегда подходящее время, чтобы сеять семя в Царство Божье. Никогда не бывает плохих времен для того, чтобы сеять семя. Поэтому Исаак продолжал сеять. Номер три. Он продолжал отделя десятину. Интересно, а почему я решил, что он продолжал отделять десятину? Там ведь ничего не сказано о десятине. Но вы должны понимать, что Авраам, его отец, был человеком десятины. Авраам отделил десятину Мелхиседеку. И Авраам хорошо научил своих детей. И я верю, что Авраам брал Исаака с собой, когда шел к Мелхиседеку. И Авраам научил Исаака приносить десятину. И Исаак не перестал отделять десятину. И вы тоже не переставайте отделять десятину. Продолжайте отделять десятину, и вы будете оставаться под открытыми окнами небесными. Поэтому вы должны продолжать слушаться Бога. Вы должны продолжать сеять семя. Вы должны продолжать отделять десятину. Хорошо. Номер четыре. Мы должны продолжать ходить верой. Исаак не перестал ходить верой. Он не перестал двигаться в вере. Он остался в этом. Он пребывал в этом. И это именно то, что вы должны делать. Вы должны оставаться на ринге. Не выбрасывайте полотенца. Не сдавайтесь. Подвязайтесь добрым подвигом веры. Оставайтесь в этом хорошем сражении веры. Евреям 10.35 Не отбрасывайте прочь вашу бесстрашную уверенность, потому что она несет великое и славное воздаяние в награду. Мне нравится послание Галатам 6.9 в расширенном переводе. Давайте не падать духом и не уставать и не ослабевать. Поступай благородно и действуй правильно. Потому что в свое время, в назначенный сезон, мы пожнем. Если мы не ослабим и не отпустим нашу смелость, и не изнеможем. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Давайте продолжим идти. Давайте будем продолжать идти. Продолжать слушаться Бога. Давайте продолжать сеять семя. Давайте продолжать отделя десятину. Давайте продолжать ходить верой. И также, пусть ваши слова уст соответствуют Слову Божьему. Продолжайте питать ваш дух Словом Божьим. Последний, номер пять. Продолжайте ходить в церковь. Продолжайте быть частью церкви. Оставайтесь в церкви Нам нужно оставаться соединенными с Богом Присоединенными к источнику Слова Божьего Которое попадает внутрь нас Оставайтесь в церкви Продолжайте смотреть передачи Продолжайте слушать проповеди Питать ваш дух Поддерживайте этот процесс, когда Слово Божье попадает внутрь вас Знаете, есть исповедание, которое мы провозглашали в церкви И я хочу провозгласить его о вас прямо сейчас Вы можете найти его на нашем английском сайте kcm.org Но вот что мы говорим Я не движим тем, что я вижу Я не движим тем, что я слышу Я поднимаюсь выше Я буду продолжать слушаться Я буду продолжать сеять Я буду продолжать верить Я буду продолжать принимать Я буду продолжать ходить с верой Даже во время голода мы преуспеваем Мы процветаем Мы цветем Мы имеем успех Мы продвигаемся вперед Мы растем энергично И мы возрастаем Слава Богу Я верю, что вы преуспеваете посреди голода, и вы ходите в Боге. С Ним. Он на вас. Он через вас. Отец Небесный, во имя Иисуса, мы преуспеваем во время голода. Наша жизнь, наш бизнес, наши семьи преуспевают. Господь, мы благодарим Тебя за это. Мы прославляем Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Не уходите, мы вернемся через минуту. Он сказал, скажи моим людям, что так же сильно, как я хочу, чтобы мои люди были исцелены, настолько же я хочу, чтобы они процветали. Он также сказал, я хочу, чтобы мои люди преуспевали и процветали в эти времена. Я хочу, чтобы они ходили в моем сверхъестественном обеспечении. И затем он добавил следующее. И это то, о чем мы будем говорить сегодня. Он сказал, недостаток и нищета находятся под проклятием закона. Скажи им, что они искуплены от проклятия и что они должны ходить в полноте благословения. Вот слова, которые Господь говорил мне относительно этих десяти дней. И также некоторое время назад мы в церкви провели целый месяц, уча о процветании. Бог сказал, я хочу, чтобы мои люди процветали. Это пришло от него с такой силой в мой дух. Он сказал, скажи им, что они искуплены от проклятия нищеты, и я хочу, чтобы они ходили в полноте благословения. Вот о чем мы поговорим сегодня. Мы говорим о хождении в полноте благословения. И вы видите меня со всеми этими страницами. Это мои записи. Пасторы, из этого конспекта я проповедовал в церкви Eagle Mountain. Вы можете найти их на нашем английском сайте kcm.org в разделе «Пастор's Notes». Они доступны для скачивания. Вы можете их скачать и использовать их. Изучайте эти места писания. Изучайте эти заметки. Все места писания. Не только те, которыми мы делимся на этих передачах, потому что время не позволяет нам охватить их всех. Но все то изучение, которое я проводил для этого, это доступно для вас на английском языке. Воспользуйтесь этим и изучайте это. Ходите в полноте благословения. Мы особенно рассмотрим два места писания сегодня. Первое, Галатам, 3 глава. Второе, Второзаконие, 28 глава. Итак, 3 глава послания Галатам, я начну с 13 стиха. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою или проклятием. Ибо написано, «Проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на нас». Здесь сказано «на язычников». Но чтобы оно пришло на нас. Чтобы нам получить обещанного Духа. Или получили все, что Бог пообещал для нас. Христос искупил вас от проклятия закона, а часть этого проклятия включает в себя недостаток и нищету. Давайте поговорим немного о слове «искупить». Что значит слово «искупить»? Это означает «выкупить» или «купить с целью, чтобы вернуть назад». Вы были в царстве тьмы. А Иисус заплатил полную цену для того, чтобы мы были освобождены из царства тьмы, переведены в царство Его возлюбленного Сына. И кровь Иисуса вы были приобретены, вы были выкуплены, вы были освобождены посредством уплаты определенной цены. Вы были получены назад Богом, чтобы вернуться назад в Него. И в действительности слово «искупить» значит выкупить кого-то из рабства и привести их в свободу, вернуть им свободу. Мы с вами были возвращены. Мы искуплены от проклятия. Мы были искуплены от нищеты. Мы были искуплены от недостатка. И мы возвратились назад, к Богу и в Бога. Мы были освобождены от рабства нищеты и недостатка. Вы и я. Я записал здесь кое-что. Я был искуплен из рабства недостатка, из рабства нехватки, пустоты. Пустота находится под проклятием. Мы были искуплены от недостаточности. Мы были искуплены от недостатка. Вы и я были искуплены от жизни, от зарплаты до зарплаты. Разве вы не устали жить от зарплаты до зарплаты? Эти дни закончились навсегда. И вам нужно провозглашать это. Почему? Потому что вы были искуплены от проклятия закона. Вы были искуплены от того, чтобы едва сводить концы с концами. Вы были искуплены для благословения Авраама. Вы и я призваны Богом ходить в благословении Авраама. Поэтому вам нужно знать это прежде всего. Вы были приобретены, вы были выкуплены. И вам не нужно оставаться в этом месте беспокойства, заботы, страха в отношении ваших финансов. Нам нужно ходить в полноте благословения Божьего. Сказав это, я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной 28 главу второзакония. В 28 главе второзакония мы можем увидеть благословение Авраама. С 1 по 14 стихи описывается для нас благословение Авраама. Я хочу вместе с вами прочитать несколько отдельных мест в 28 главе второзакония. Что мы делали? Я просто читал 28 главу второзакония все больше, больше и больше. И было время, фактически, когда мы с Терри поженились в 1977 году, брат Копланд, который венчал нас, который проводил всю церемонию, прочитал 28 главу второзакония с 1 по 14 стихи. И мы с Терри приняли это, как наше местописание. Мы благословлены при входе, мы благословлены при выходе, мы благословлены в городе, мы благословлены в поле. И все, к чему мы прилагаем наши руки, благословлено. И в этом мы нашли и обнаружили благословение, которое есть у Бога для нас, чтобы ходить с Нем. Поэтому давайте посмотрим. Начните с 1 стиха. «Если ты, когда перейдет из Иордан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего». И когда здесь говорится, что благословения придут на тебя и исполнятся на тебе, Здесь не сказано, что это может произойти только в хорошие экономические времена. Нет. Вспоминайте, о чем мы говорили. Мы не подчинены временам. Мы подчинены Царству Божьему. А это значит, что все эти благословения придут на нас, какой бы ни была экономическая ситуация вокруг нас. Что бы ни происходило на фондовом рынке, мы основываем свою жизнь на Царстве Божьем. И эти благословения приходят на нас. И благословения Божьи исполняются на нас. Мы просто захвачены и охвачены благословениями Божьими. И вам нужно исповедовать это, провозглашать это, и верить об этом в вашей семье, что эти благословения... Я охвачен, я захвачен благословениями Божьими. Больше, больше и больше. И чем больше вы делаете это... Вот почему так важно быть полностью погруженными в это. Вы должны прийти к состоянию полного и совершенного финансового прорыва. Очень важно, чтобы у вас была Библия, и вы читали ее, изучали ее каждый день. И тогда вы действительно можете полностью погрузиться, пропитаться, укорениться, основаться и утвердиться в этом. И ваш разум начнет меняться. Ваше сердце начнет меняться. И внутри вы начнете подниматься и провозглашать Слово Божье, что «Благословение Божье исполняется на нас!» «Благословение Божье приходит на нас!» И дальше говорится, «Благословен ты в городе и благословен на поле! Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих валов, и плод овец твоих, благословенны житницы твои и кладовые твои, благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем». Это значит постоянно. Но знаете что? Вам нужно прийти в такое состояние, как Авраам, когда он был вполне уверен, что то, что Бог пообещал ему, он силен исполнить. Вы должны быть вполне уверены в этом. Вы должны быть настолько убеждены, что именно этого Бог и хочет, именно так Бог и хочет, чтобы вы жили, что никто не сможет отговорить вас от этого. И это приходит через полное погружение в Слове Божьем. Я помню, как брат Кейт Мур делился тем, как он работал в школе исцеления брата Хейгена, и он просто просматривал эти видео исцеления брата Хейгена снова, снова и снова. И в один из дней он обнаружил, что его собственное тело было исцелено. И он подумал, знаете, если это работает в сфере исцеления, то я могу начать слушать послания о процветании, о финансовом процветании, и это произведет то же самое. И когда вы погружаетесь в свою жизнь в это, вы будете думать 28 главой второзакония, вы будете жить 28 главой второзакония, вы будете дышать 28 главой второзакония. Когда вы просыпаетесь утром, вы не будете говорить, о нет, время подниматься. Нет, вы скажете, я благословен при входе в душ, я благословен при выходе из душа, во всем, к чему я прилагаю свои руки, я благословлен. благословлен. И вы начинаете это первым делом с утра. Вот почему мы проводим 10 дней интенсивного, экстремального, дисциплинированного погружения в тему процветания. И очень важно, чтобы это попало внутрь вашего духа и было там. Да, посреди экономической ситуации я благословлен при входе и благословлен при выходе. И смотрите восьмой стих. «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословить тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Позвольте мне прочесть из другого перевода. Вот этот перевод. «Бог прикажет благословению быть на ваших амбарах и на ваших рабочих местах». Одна из вещей, которые я делаю в церкви Eagle Mountain, когда мы провозглашаем и исповедуем Слово Божье, я провозглашаю заповеданное благословение на житницы нашего собрания. Благословение Господа. Умножение Божье есть на наших житницах. И я говорю это о ваших житницах также. И вам нужно делать то же самое. Наши житницы полны, и они благословлены. Сказано, «Бог прикажет благословению быть на ваших амбарах и на ваших рабочих местах». Вы процветаете на работе. Вы процветаете во всем, что Он призвал вас делать. И поэтому заповеданное благословение Божье есть на ваших житницах. Во времена, когда кажется, что кошельки у людей пусты, ваши кошельки переполнены через край благостью и богатством Божьим. Давайте вместе прочитаем одиннадцатый стих. «И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего и в плоде скота твоего и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся Отцам твоим дать тебе». Мне нравится расширенный перевод. «Господь сделает тебя богатым благами». Богатым благами. В расширенном переводе Библии сказано, «Он сделает так, чтобы у тебя был избыток процветания». Избыток Божьего процветания принадлежит вам, потому что вы были искуплены от проклятия недостатка, нехватки, недостаточности, дефицита в каждой сфере. Нет. Это благословение приходит и исполняется на вас. Господь сделает тебя богатым благами. Он сделает так, чтобы у тебя был избыток процветания. Вы не просто оплачиваете свои счета, вы не просто сводите концы с концами. Нет. Вы поднимаетесь выше. Несравненно больше всего. О чем вы можете попросить или подумать? Долги уходят. Счета оплачиваются. Нужды восполняются. И переливание через край есть в вашей жизни из-за Господнего благословения, в котором вы ходите. Ходите в полноте благословения. Я хочу ходить в полноте благословения Господа. И Господь сказал, «Я сделаю так, что у тебя будет избыток процветания». Мне нравится это слово «избыток процветания». Вот как он благ к нам. Хорошо, 12 стих. Давайте прочитаем его. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих». Дело наших рук благословлено Богом. «Все, что мы делаем, благословлено». Благословение на нас. Благословение в нас. Помазание на нас. «Чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Мне нравится первая строчка 12 стиха. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою». «Свою добрую сокровищницу». В одном из переводов Библии сказано «Бог щедро одарит тебя благами». И мне также нравится, что сказано в расширенном переводе. «Он» — ой, я прочитал на то место Писания. В одном из переводов сказано «Бог распахнет двери своих небесных хранилищ и изольет дождь на твою землю вовремя, и благословит работу, которая в твоей руке». Ты будешь давать в долг многим народам, «но тебе самому не нужно будет брать взаймы». Это здорово. Это здорово, это так хорошо. И в расширенном переводе Библии сказано «Господь откроет для тебя свою добрую сокровищницу». Новый живой перевод. «Господь пошлет дождь в правильное время из своей богатой сокровищницы на небесах, и Он благословит работу, которую ты делаешь». Это приходит внутрь вас? Что это благословение, что мы были искуплены от проклятия, недостатка и нищеты, от любого недостатка, и что мы были искуплены в благословение Божье, и мы ходим в полноте благословения Божьего. Давайте снова обратим внимание на 12 стих. «Бог распахнет двери Своих небесных хранилищ». Я никогда не видел это раньше. Небесные хранилища. Бог открывает для вас небесные хранилища, и Он изливает дождь на твою землю вовремя и благословит работу, которая в твоей руке. Ты будешь давать в долг многим народам, но тебе самому не нужно будет брать взаймы. На небесах есть Божья богатая сокровищница. Мы знаем это место Писания, Филиппийцам 4,19. «Мой Бог да восполнит, наполнит до избытка всякую нужду вашу по богатству своему в славе». Это сокровищница небес. Сокровищница небес не будет никаких проблем с небесным банком. Вам не нужно страховать что-то, что на небесах. Здесь, на земле, в банках, они покрывают убыток до 150 тысяч долларов. Больше этого вы должны застраховать. Но послушайте, они застрахуют это, но сверх 150 тысяч долларов банк небес в полном порядке, и Бог открывает свою богатую сокровищницу, чтобы излить благословение на вас. Отделяете ли вы десятину? Являетесь ли вы сеятелем? Если да, если вы отделяете десятину, тогда вы стоите под окнами небесными, и благословение изливается до такой степени, что вы уже не можете вместить. Господь пошлет дождь в правильное время из своей богатой сокровищницы на небесах и благословит работу, которую ты делаешь. И давайте обратим внимание на 13 стих. В 13 стихе сказано, «Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего». В одном из переводов Библии сказано так, «Бог сделает тебя головой, а не хвостом, ты всегда будешь начальником и никогда не будешь неудачником». Это благословение. Это благословение в действии, в нашей жизни. И мы с вами искуплены от проклятия закона и ходим в благословение Авраама. Это сверхъестественное обеспечение, которое доступно вам через это. И вот моя рекомендация. Читайте послание Галатам 3.13 и читайте второзаконие 28 главу с 1 по 14 стихи, чтобы это так глубоко укоренилось и утвердилось внутри вас, что вы увидите себя ходящими в полноте благословения Бога. И в этом есть проблема. В религиозных кругах есть люди, которые сражаются с посланием о процветании, потому что они считают, «Вы просто используете это для вашего собственного обогащения и собственной выгоды». Но они не понимают, что определение настоящего процветания — это быть способным использовать силу Божью, чтобы быть благословением для человечества. в духе, душе, теле, финансах, обществе и во всех сферах. Вот почему мы ходим в благословение, в полноте благословения. И в то же самое время Бог — благой Бог. Он хороший отец, и Он не хочет, чтобы вы опаздывали с оплаты счетов. Он не хочет, чтобы вы находились под давлением долга. Бог хочет, чтобы вы были финансово свободными. И Он хочет щедро изливать свои богатства из богатой сокровищницы на вас и на вашу жизнь. Он хочет, чтобы благословение Божие захватило вас, охватило вас и переполнило вас. Он хочет, чтобы вы достигли такого уровня, где Он способен заповедовать благословению быть на ваших житницах. Я рекомендую вам читать 28 главу Второзакония с 1 по 14 стихи каждый день вместе с посланием Галатам 3.13 и ходить в полноте благословения Божьего. Вы можете находиться в том месте процветания, которое есть у Бога для вас. И прежде чем мы закончим, я хочу вам кое-что прочитать. В то время, которое осталось у нас сейчас на передаче, я хочу прочитать слово от Господа, которое пришло через Чарльза Кэпса в 1978 году. И это слово так живо для нас сегодня. Послушайте. Возможно, я прочитаю остальное в другой раз, но послушайте. Переход финансов будет возрастать в эти дни. Мы можем подумать, о, 1978, это было давно. Нет, Божьи дни и часы отличаются от наших дней и часов. Мы в этих временных рамках. Финансовый переход, это часть благословения, будет возрастать в эти дни, потому что это мое желание двигаться в сфере вашего финансового процветания. Но высвободите меня, говорит Господь, высвободите меня, чтобы я мог прийти для вас и действовать для вас. Да, в этот час будут финансовые трудности, здесь и там. Экономика будет идти и то вверх, то вниз. Но те, кто учатся ходить в Слове Божьем, увидят, как процветание Слова выходит вперед в этот час так, как люди в прошлом никогда еще не видели. Есть продолжение этого слова от Господа, и мы прочитаем это позже. Но он сказал, что переход финансов приходит. «Это мое желание, — сказал Господь, — действуй для того, чтобы вы финансово процветали». Он сказал, «Высвободите меня, высвободите меня, чтобы я мог прийти и действовать для вас». Давайте сделаем это прямо сейчас. Отец, во имя Иисуса, прямо сейчас, все мы, каждый индивидуально, высвобождаем тебя, чтобы ты действовал для нас в финансовой сфере, чтобы ты мог прийти и чтобы ты мог действовать для нас, потому что это твое желание действовать в сфере финансового процветания. И мы принимаем это, Отец. Мы высвобождаем это. Я высвобождаю это в моей жизни прямо сейчас. И мы принимаем благословение перехода финансов. Мы верим, что богатство, которое было накоплено для праведного, переходит от нечестивых в Царство Божье. И мы принимаем его в нашей собственной жизни, чтобы мы могли быть символом благословения и могли благословлять этим других. Мы высвобождаем это во имя Иисуса. Делайте ли вы это? Делайте ли вы это прямо сейчас? Высвободите Господа. Он приготовил пред вами трапезу, накрыл стол. Есть накрытый стол пред вами в присутствии ваших врагов. И на этом столе есть все, что вам нужно, чтобы ходить в полноте благословения Божьего. И знаете что? Это слово о переходе финансов в это последнее время. Оно актуально для нас сегодня. Ухватитесь за это. На нашем английском сайте вы сможете зайти и прочитать это. Ухватитесь за это. Примите это. Верьте в это. Ходите в это. Это желание Господа участвовать в вашем финансовом процветании. Впустите его. И позвольте Ему изменить вас изнутри и снаружи. Отец, мы высвобождаем тебя прямо сейчас, чтобы ты пришел в нашу жизнь и помог нам, Господь, ходить в полноте благословения. Во имя Иисуса. Аминь.